Разные по структуре, разные по значению, но они, естественно, стоят в рамках Евросоюза. То есть, ну, они находятся в территории Евросоюза, но у каждого фонда своё назначение. То есть, одни выделяют деньги на интеграцию, другие выделяют деньги на культуру, третьи выделяют деньги на развитие, там, чего-то, налогового. То есть, ты свой праздник сначала смотришь, ну, как бы в каких-то, ну, в каких рамках он существует. Затем ты уже обращаешься к конкретным фондам, который узнает, что, в принципе, он способен решать какие-то вопросы. И уже от этого такой фонд зависят те условия, которые ты хочешь. То есть, очень много фондов, как бы, и не нужно, чтобы ты вкладывал свои деньги. Просто праздник. Ну, я не говорю, что он не устал. Ну, в принципе, ну, достаточно того, что у тебя есть очень много партнёров, партнёров, и их участие, ну, не обязательно должно быть какое-то финансовое. Понимаешь, у тебя, например, ты делаешь, да, я партнёр, там, какой-нибудь, спорткомплекс. Ты его списываешь партнёров, что он тебе тает помещение. У тебя есть какие-то истонсовое, где ты списываешь, как тоже, как-то... Ты просто, ну, то есть, это и есть вот это, скажем так, чай самофинансирования проекта. Но она нигде-то должна быть именно оксиданская. То есть, ну, это абсолютно не нужно. Я достаточно в казаку, то есть, ну, это, как я говорю, что это зависит от конкретно, от конкретного фонда. То есть, я работал, я работал, ну, мы работали в начале, где-то с пяти разных фондов, которые работают, ну, с Эстонией, и сами они не эстонские. Ну, то есть, они филиалы в Эстонии, но, ну, как бы, они европейские. Филиалы в Эстонии в Эстонии в Эстонии. Что-то, может, там на него надо было? Не-не-не-не. Что-то их хотя бы. Уже была карта. Ну, вообще-то, вот, ну, с этими фондами надо заниматься стабильно. Вот, чем больше ты пробуделаешь, да, тем проще у тебя получать деньги. Если ты какой-то единическая организация из истории, где все это правительство сложно. Если строительство, ну, 5-6 таких больших проектов, то у меня перед тобой открыты все двери. Что-то плохо у них ходят, они поехали. Еще один, да, другой. Вы же здесь много, я смотрю. Да, да. Ну, ты что, климат такой, что дождей пало, ничего не гниет. Знаешь, у нас, например, в Мартыновой стране мы уже на вторую зиму бы просто утром. Не то, что у нас дороги плохие, а просто, ну, такой климат, что сырость, 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 сырость зубой минус 30, я там плюс 30. Очень радикально. Тем более, вот, так, не представляет. Крысы перешивают здесь все с запасами, с хорошими осадками. Это дождь лицо. Осенью, не знаю, дождь, снег, зимой, снег. Дикольно ничто. А, съемка. Мы только когда вот выбирались на этом, там, трейлер-каз. Егут. Пец местный. Для них это такое удовольствие. Они... То есть, они все местные, они убираются и... Трогает снег, убираются вот в салфановые пакеты. Кто-кто-кто? Гони, да? То есть, для них это такое чудо. Они прямо могут по себе пасти. Все ездят из всех макоходных снежную бампу, такие маленькие... То, что вот на горе сейчас снег лежит, он вообще лежит всегда так? Или это только сейчас? Только сейчас, да? Последний раз так же было три года назад. Три года назад. Знаешь, что снегом здесь проблемы. Можешь снег сюда завозить? Вот так вот сидим. Продавать? Фокусы показывают, или сухой лед заводить, такие дым-дым. Здесь лед продается, здесь где? Да? Естественно, в супермаркете можно купить лед. Естественно, да. Это естественно. Лед у них есть. Лед у них есть, где-то есть, где-то есть, где-то есть, где-то есть. Абтопусы нет, отменили. Че, пойдемте гулять тогда. Город... Город перед нами. Так, пока выключаемся, друзья. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, Солнечную Калифорнию. Сидим на остановке, ждем автобуса в городе Лос-Кристианос. Спасибо. Спасибо.